Это новости в студии Гульнара Жендакова. Президент Азербайджана прибыл в Астану с официальным визитом. Последний раз Касамжимар Тукаев и Ильхам Алиев встречались в августе прошлого года. Тогда был подписан целый пакет двусторонних документов. В том числе принято решение о развитии транскаспийского международного транспортного маршрута. Тем самым стороны приступили к увеличению мощности действующих портов. О том, как встречают азербайджанского лидера, расскажет моя коллега Динара Женбатырова. Она с нами на прямой связи из Аккорды. Динара, вам слово. Спасибо, Гульнара. Официальная встреча президента Азербайджана только что совершилась. Проходила она в этом огромном холле Аккорды с участием роты почетного караула и исполнением гибном обоих стран. Все по протоколу. Президенты уже провели встречу в узком формате и сейчас в данный момент идут переговоры в расширенном составе с участием министров обеих стран. На переговорах в расширенном составе Касамжумар Тукаев подчеркнул о солидной договорной правовой базе между странами. Она насчитывает больше 90 различных документов. И, конечно же, главный из которых договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Но стоит отметить, что помимо торговли, которая между странами растет буквально в геометрической прогрессии, президенты обсудят транспортно-логистическую сферу через модернизацию транскаспийского маршрута. К слову, после пандемии товарооборот именно по этому маршруту между странами вырос на 39%. Тем самым темпы колоссальны, но есть потенциал увеличить эти данные в разы, считает Касамжумар Тукаев. К тому же торговля через Каспийское море, которое объединяет Казахстан и Азербайджан, очень привлекает как Европу, так и Китай. А Казахстану и Азербайджану необходимо для этого создать только соответствующую инфраструктуру. Потому как такой интерес к транскаспийскому маршруту показал, над чем надо работать. А это дефицит площадок для навалочных грузов и низкая контейнеризация. На сегодня уже, к примеру, есть договоренность о внедрении единой IT-платформы для автоматизации услуг по перевозке грузов. Но помимо торговли и экономики, Казахстан и Азербайджан очень тесно сотрудничают в гуманитарной сфере. К примеру, именами казахских поэтов и ученых названы улицы Азербайджана, соответственно, и в нашей стране. Кроме этого, книги отечественных писателей на азербайджанском языке оцифрованы и пользуются большой популярностью. Впрочем, стоит полагать, что после сегодняшних переговоров как-то вороборот, так и культурно-гуманитарные связи станут гораздо крепче. Гульнар, на этом пока все. Благодарю, Динара Жанбатырова рассказала визитель Хамалиева в Астану. И к другим темам. В Казахстане реализуют концепцию развития сельских территорий на ближайшие 4 года. Комплексной модернизацией охватят 3,5 тысячи сельских населенных пунктов. Задача – сформировать комфортную среду с развитой инфраструктурой. В поселках построят новые школы, больницы и культурные объекты. Населенные пункты обеспечат водой, высокоскоростным интернетом и отремонтируют дороги. В приграничных районах сейчас рассматривают возможность начисления надбавок к зарплатам на постоянной основе. В Туркестанской области выявили 43 тонны зараженных импортных помидоров. Их привезли из Туркменистана, Узбекистана и Ирана. На пограничном посту в Сарагашском районе сотрудники фитосанитарной службы обнаружили в овощах вирус коричневой морщиннистости плодов и вирус бронзовости. Владельцев товара привлекли к административной ответственности и запретили ввоз опасной продукции в страну. Также этот вирус выявлен в Иране, Узбекистане и Туркменистане. В целях защиты продукции растениеводства от вредителей с начала года установлено около 20 нарушений законодательства. Инспекции по карантину растений наложен штраф в размере 2 миллионов тенге. Вся опасная продукция возвращена туда, откуда ее привезли. Больше 52 тысяч фальшивых услуг по ОСМС прописали жителям медорганизации Казахстана. Об этом сообщили в фонде социального медицинского страхования. Так называемые приписки обнаружили почти в 300 поликлиниках страны, половина из которых государственные. То есть пациентам приписывали услуги, которые они не получали. В основном это консультационно-диагностические услуги, восстановительное лечение и реабилитации. Больше всего таких фактов обнаружили в Астане, Акмолинской и Казлардинской областях. Всех нарушителей оштрафовали. Жителям столицы вернут деньги за свет. Как выяснили в прокуратуре, причина завышенных платежей, на которые останчане жаловались несколько месяцев, оплошность энергетиков. Абонентам начисляли среднесуточные объемы электричества, а не фактические. Сейчас в компании Астана РЭК перераспределяют объемы. Процедуру уже прошли десятки тысяч абонентов. По словам специалистов, обращаться по поводу неверных счетов за свет физлица и организации могут самостоятельно в городской департамент по регулированию естественных монополий. Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц прокуратуры города, через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественных монополий внесен акт надзора. Уполномоченному органу необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное отчисление за электроэнергию. При выявлении нарушений принят предусмотренные законы меры реагирования. А в Кокшетау коммунальному предприятию, которое занимается вывозом мусора, придется сделать перерасчет и вернуть излишки потребителям. Компания вместо положенных 377 тенге на человека ежемесячно начисляла 438 тенге. Ряд недостатков выявила прокуратура. Таким образом, с декабря прошлого года более 6 тысяч жителей города платили по завышенному тарифу. В части качества оказания услуги по сбору и вывозу бытовых отходов мы смотрим на постоянной основе. По этому поводу мы внесли в местный Акимат ряд представлений об устранении нарушений законности. В них мы указываем такие факты, когда мусор вывозится несвоевременно, либо вокруг мусорных площадок он не очищается должным образом. Неустойчивая погода в ближайшие дни ожидается на большей части Казахстана. Синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер на западе, востоке и юге страны. А в шести регионах объявлено штормовое предупреждение. Действует оно в Монгостаусской, Абайской, Улутаусской, Павладарской, Алматинской и Западноказахстанской областях. Завтра в Алматы ожидается гроза и сильный ливень. В Астане будет без осадков. Днем столбик термометра покажет 13 градусов тепла. Но ночью возможны заморозки до минус 5. Тепло придет в страну по данным Казгидромет уже 13 апреля. На севере ожидается до плюс 18 градусов, а на юге до 30 градусов жары. Испанские ученые встревожены резким таянием ледников в Пиренеях. По прогнозам они могут полностью исчезнуть уже через 10 лет. Всему виной изменение климата. Подробности в материале. По горному массиву Пиренеи проходит граница между Испанией и Францией. Почти за 40 лет здесь исчезли или превратились в полосы льда десятки ледяных глыб. Осталось лишь 17. Из-за рекордно жаркого лета в прошлом году их толщина уменьшилась примерно на 2 метра. По мнению ученых, ледники массово тают в результате повышения температуры на планете. Мы не преувеличиваем, когда говорим, что столкнулись с чрезвычайной и критической ситуацией. Ледники Пиренеев в настоящее время являются самыми южными ледниками Европы. В течение определенного времени они подвергались экстремальным погодным условиям. Повышение температуры, которое мы наблюдали в прошлом веке и особенно в последние 2 или 3 десятилетия, ставят их в условия, которые они не могут выдержать. Они не производят новый лед, а существующий медленно тает. Для анализа скорости их таяния используются спутниковые снимки. Их сравнивают с 3D-моделями изображений горных хребтов. Таяние этих ледяных щитов хоть и не представляют большой опасности, однако грозит значимыми последствиями для человечества. Ледники в горах центральной части Азии являются главным фактором наличия пресной воды. Их исчезновение порождает большие риски. Их таяние может привести к образованию больших озер, которые могут вызвать наводнение. Но в Пиренеях это не так, так как здесь ледники слишком малы. Но от этого могут пострадать местные жители. Люди привыкли жить в местности, где есть лёд. Теперь они наблюдают за их исчезновением. Ещё несколько лет назад мы говорили, что ледники здесь исчезнут через 30-50 лет. Но сейчас мы думаем, на Пиренеях их не останется уже через 10 лет. Отмечу, последним кратковременным похолоданием климата на Земле считается малый ледниковый период между 14 и 19 веками. С тех пор ледяные щиты в мире практически непрерывно тают. Завурёж Думан Козе, Хабар 24. Обитатели зоопарка в Чили получили пасхальные угощения. В раскрашенных гигантских яйцах вкусные лакомства. Для того, чтобы до них добраться, животным пришлось хорошо потрудиться. Пасхальные яйца изготовлены вручную из корлупы страусиных яиц, которые смотрители собирают в течение года. Они окрашены нетоксичной краской, безвредные для животных. Среди тех, кто получил вкусные угощения – красные панды, снежные барсы и лемуры. По словам смотрителей зоопарка, праздник – это повод порадовать питомцев оригинальными подарками. Это также очень радует и гостей зоопарка. И прямо сейчас смотрите «Дневную смену». Мой коллега Кыржан Смогулов обсудит вместе с экспертами концепцию развития сельских территорий в Казахстане, утвержденную сегодня правительством. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...